Здравствуйте, сегодня Дайга Взгляд посвящена событиям и людям, которые удивили нас на этой неделе. Вот так необычно начинаем программу и начнем мы, наверное, со среды, когда официально уже Илья Пономарев, депутат Госдумы, избранный по Новосибирской области, заявил, что все-таки выходит из партии «Справедливая Россия» и заявление напишет в Новосибирске 1 ноября, ну как настоящий новосибирец. Примерно весь понедельник в интернете обсуждался вопрос, выйдет Илья Пономарев или не выйдет. Начало этому обсуждению задал его заклятый друг Алексей Навальный, который вспомнил, что Пономарев обещал в свое время выйти из «Справедливой России», если в ней не восстановят Гудковых, старшего и младшего, а восстановить могли на съезде. И он такой, типа, съезд же прошел, а что у нас, как там у нас Пономарев вышел из «Справедливой России» или нет. Сам Пономарев молчал примерно, день как минимум. И все так злобненько обсуждали, выйдет, не выйдет. Ну и основное такое было мнение, что, ну, наверное, не выйдет, потому что что же верить словам политиков вообще, никто их обещания не воспринимает всерьез. И в данном случае тоже так, общественно мне не склонялось. Хотя, если подумать логически, то пользы от того, чтобы оставаться в «Справедливой России» у Пономарева особо и нет. Нет, ну в том-то и дело. То есть, мы тут должны сформулировать, почему нас удивил этот поступок. То есть, в принципе, любой нормальный человек бы, скорее всего, вышел бы… И не вступал бы. И не вступал бы. А вышел бы из «Справедливой России», потому что зачем теперь оставаться в этой партии? Ты обратил внимание, когда был съезд из Палмиронов, там был огромный портрет Путина? То есть, и что? Ну всё. Нет, ну тут момент такой. А зачем Пономареву было отмежевываться от Навального довольно активно в течение прошедшего года? Зачем ему было ездить на Валдайский клуб и так далее? Ну, потому что это же всё-таки разные силы, и это возможность презентовать себя. Ну, это была одна из самых классных пиар-акций, в общем, в истории российской политики за последнее время. То, как Илья вёл себя на Валдайском форуме, как он общался с Володиным, и говорил он ему, избираться или не говорил, теперь уже это остаётся за скобками. И Путину он представился, здравствуйте, я как будущий мэр Новосибирска. Мне кажется, что политические плюсы или выгоды от его поиски на Валдай, они в любом случае все эти вопросы перекрывают. Нет, есть вопрос, что вот есть старая система власти, которая пошатнулась в 2011 году. И Пономарёв активно в этом участвовал, сделал ставку на падение этой системы, потом система покачнулась, вернулась обратно и опять закрепилась. И Пономарёв, соскочив, начал выискивать пути существования, как минимум, с этой системой. Если не встраивание в неё, то существование, чтобы его катком не давили. Никаких электоральных преимуществ нахождение в «Справедливой России» не несёт. Но в смысле соглашательства с системой, это лицензия на то, что ты лицензированный оппозиционер. И в этом смысле вопрос стоял такой, что Пономарёв могли сказать, ладно, мы понимаем, ты погорячился, но ты в общем давай встраивайся, будь в этой самой структурированной позиции, в «Справедливой России» работай, ну как-то так. И в этом смысле, если бы он там остался, это было бы воспринято всеми сторонами, как то, чтобы Пономарёву разрешили продолжать оставаться лояльной оппозицией. А в данный момент видно, что он, так сказать, ну по крайней мере от этой части отказался. Но с другой стороны, понятно, что над ним давлило два обстоятельства. Первое, это обвинение немедленное в нарушении собственного слова, он дал совершенно однозначное обещание выйти из партии, если не восстановят Гудковых. Вот, что было бы не страшно, если бы не скорая избирательная кампания в мэре Новосибирска, где все бы говорили, как вообще можно верить человеку, вот его слово, вот его дела. А второе обстоятельство, то, что если Пономарёв реально хочет быть каким-то там единым кандидатом от оппозиции, то гораздо более выгоднее быть беспартийным кандидатом, чем кандидатом «Авсправедливой России». Выход из партии при будущем выдвижении кандидата, потому что его уже некоторые СМИ стали называть кандидатом, конечно, он никакой не кандидат, у нас еще компания не началась. Но тем не менее, ведь ему придется верить подписи, если он будет не в партии. Вот как ты думаешь, это вот насколько его усложнит жизнь? Там есть много вариантов, ну, то есть, во-первых, можно собрать подписи, что, конечно, рискованно, да. Но на самом деле можно провести вот все эти там, как бы переговоры об едином кандидате, а потом выдвинуться от какой-нибудь партии, которая уже, которая, может быть, не имеет какого-либо электорального значения, но при этом произносить фразу, что я от нее выдвигаюсь только потому, что вот это гораздо более надежно, чем собирать подписи вообще. Потому что закон такой. Да, в том же закон такой. А вообще, кандидат всех новосибирцев, ну, так же, как Навальный, шел от РПР Парнас в Москве, но при этом нигде не с реализацией. Не говорил, что он от РПР. Слушай, ну, смотри, а как ты думаешь, насколько велика вероятность той схемы, которая была бы предпочтительной, наверное, для Ильи и в целом для электоральной системы, когда праймерис, о котором мы говорили в прошлом раз оппозиционных кандидатов, приведет к тому, что все-таки мы же до сих пор так и не знаем, Анатолий Евгеньевич все-таки хочет выдвигаться или нет. Мы знаем, что его хотят выдвинуть, члены его обкома, и мы понимаем, почему. Потому что последний шанс для коммунистов сохранить себя как главную силу. Мнения Анатолия Евгеньевича мы не знаем. Он везде говорит, мы будем выдвигать кандидата, но кого пока... Да. Есть ли, на твой взгляд, хоть какой-то шанс? Я думаю, что не очень большой. Но, тем не менее, что Анатолий Евгеньевич скажет, хорошо, мы не выдвигаемся, и от КПРФ выдвинуть Пономарева как единого кандидата. Довольно интересную сейчас схему разрабатывает Андрей Гладченко. Предлагает кандидатам подписать некий пакт с очень подробным описанием того, как, что должно делать. Я ему, правда, говорю, что в этот пакт надо вписать в конце, что все кандидаты вот уже после всего подведения подсчетов, голосов, всех социологий и так далее, запираются в одной комнате и между собой решают все-таки, кто единый кандидат остается. А до этого предполагают, что они ведут независимую избирательную кампанию, единственное, только не ругать друг друга. В этом смысле, если все будет, вот этот тренд на единого кандидата, на то, что все вместе садимся, договариваемся и так далее, если он будет хорошо прокачан и проработан и так далее, то, в принципе, есть даже такая схема, что... То есть, вот это соглашение подписывается общее между всеми силами, и оно может быть комплексное соглашение, типа, что Пономарев идет как одинный кандидат, скажем, на мэра, а Локоть потом как одинный кандидат на губернатора. Что это не просто вот, что Локоть уступил Пономареву, а наоборот, Пономарев уступил Локтью. А может быть не Пономарев, может быть еще кто-то. Ну, я условно говорю Пономарев, потому что есть еще, конечно, момент личной антипатии и недоверия друг к другу. И вовсе не факт, что конкретно Локоть, конкретно с Пономаревым вообще хоть о чем-нибудь договорятся. Если вот это все будет, в принципе, возможно, и такая комбинация для КПРФ тоже, потому что для них же есть вопрос, кого выдвигать на мэра, если Локоть, например, потом выдвигать на губернатора. Кто еще нас удивил? Давай, мы много времени посвятили. Меня лично удивила сессия ЗАГСОБРАНИ, точнее, удивил момент с выходом министра экономики нашей, Галины Бабкиной. И как депутаты на нее набросились, когда стало понятно, что она плавает в материале, что называется. То есть они, конечно, все сдержано. Они как акулы, почующие кровь. Нет, они с полным, с полным серьезным видом. Ну, единственный там Карпов вообще, то есть те задавали как-то там по теме, а Карпов вообще начал экзаменационный вопрос. На основные экономические понятия? Что про индекс потребительских цен, там, туда-сюда. Ну, один раз довели Галину Бабкину до того, что он сказал, что я не знаю. А довольно так было смешно, вот когда про индекс потребительских цен, он спрашивает, хорошо это или плохо. Она берет бумагу и засчитывает. В 2011 году такой-то, в 2012 такой-то, в 2013 такой-то был рост. И потом Василию Юрченко пришлось там вылазить и затыкать брешь с собой. Тоже был один момент, то, что на пределе прошел бюджет, да. То есть за него приголосовало 39, ну, я точно не помню, по-моему, 39 человек. Нет, ну, причем это же получается, это половина от депутатского состава. Ну, да, то есть 39 надо, 39 приголосовало. Один туда-сюда голос, и уже... Ну, я думаю, что если бы вдруг случился сбой... Они бы отменили голосование из-за этого. Ну, да. Мне интересно, когда количество приехавших все-таки уже превысит количество оставшихся. Да, там. То есть понятно, что нам действительно повезло там с Голубенко, да, даже Кристоф, выступая на сессии, сказал, что типа повезло нам с Министерством финансов, это им с нами не повезло, ему с нами не повезло. Вот, то есть, ну, вот, я так понимаю, что это кадровый там сотрудник Минфина, с Горниным, с Аксененко там работал и так далее. И каждый новый приехавший человек пока не внушает вид какого-то суперуверенного мегапрофессионала. Может быть, они просто не выходят на публику, там, да, допустим, Кирилл Каланчин и другие люди. Может быть, они компетентные, но мы просто не видим их. Ну, в этом смысле был важен выход на публику Галины Бабкиной. То есть, появились сомнения некоторые в суперпрофессионализме. Может быть, они как у профессионалов, как это раньше было на манкулатуре КПСС, сегодня управлял заводом, завтра банком, послезавтра... Да-да-да, или там, вчера был вторым секретарем какой-нибудь области в Узбекской ССР, завтра возглавляет карельский там обком и так далее. Да, у Нью-Йорка сами такие профессионалы, с места на место переезжающие без каких-либо проблем. То есть, вопросы, на самом деле, они как были, так и остаются. И удивительно, что, например, ни одного опровержения об отставке Кравченко так и не последовало. Но при этом, как бы Кольга Васильевна не относится, и разные есть мнения, но, по крайней мере, она всегда могла выйти на трибуну и выйти на комитете и обоснованно доложить свою точку зрения. Какой бы у неё характер не был и так далее. По крайней мере, это вот с открытым забралом человек, который разбирается в теме. А тут встает вопрос, в какую сторону меняется наше правительство. Так же, как министр культуры, который сказал, что современное искусство, это не самое интересное. А вот сельские клубы давайте. Ну давайте сельские клубы. Да вообще, мне бы хотелось знать, что какие, кроме ПЛП, в смысле вот этих разговоров про повышение инвестиционной привлекательности, про ключевые проекты, что, как развивается область, агломерация. То есть, а какая может быть агломерация, если через Новосибирск проехать нельзя? Знаешь, чего не хватает? Не хватает видения будущего. То есть, наверняка, скорее всего, у губернатора Новгорода есть. Но есть ощущение, что никто из министров или не знает, или не понимает. То есть, и нам об этом не рассказывают. Что Василий Алексеевич может долго и компетентно рассказывать про инвестиции, про вложения. Но в целом, как правительство, это издержки лидерства. Вот у нас есть человек, который принимает решения, а остальные ничего не принимают. Я думаю, что это издержки не только лидерства, а также того, что большую часть мотивов, которыми руководствуют чиновники, и в том числе нашего правительства, особенно федеральные, их нельзя озвучивать. Например, нельзя озвучивать публично чиновникам вопрос распределения денег между федеральным центром и регионами. На этой сессии, кстати, Юршенко сказал, что в Новосибирске, в Кайобусе остается 71% собираемых налогов. Вот у нас в Новосибирску бы собрали налоги, и только 29% из них входит в федеральный бюджет. Мол, и о каком 50 на 50 говорить, если у нас на самом деле достается 71%, а там 29%. Нам невыгодно поднимать эту тему. Но большая часть российского федерального бюджета формируется не за счет налогов, собираемых в регионах. Она формируется за счет нефти, газа, таможни, к которым регионы вообще не имеют никакого отношения. Ну, по крайней мере, в Новосибирске... Ну, кроме того, что нефть и газ там добываются. Не, ну да. Ну, транзит там сразу уходит в Москву. У нас самый нефтедобывающий регион у нас Москва. По регистрации. По регистрации фирм, которые эти нефть добывают. Поэтому говорить, что вот эти 29% это далеко не все. То есть, тут налоги, собираемые в Новосибирске, это далеко не все, что... Что подвергается делению, да? Подвергается делению, да. Просто большая часть, это вообще она мимо Новосибирска сразу уходит туда. И говорить, когда 50 на 50 между регионами и федеральным центром, хотя бы 50 на 50, хотя в нормальных странах это типа 80 на 20. То есть, нужно говорить про весь пирог, а не только то, что мы в Новосибирске собрали. Вообще, по-хорошему, из Новосибирска ничего не должно уходить в этом смысле. То есть, налоги, которые собираются в Сибири, тем, что люди тут что-то пашут, что-то делают, что-то строят, они в Сибири должны оставаться. Сибирь – это основная кладовая России. И то, что люди, кроме того, что добывают из недр Сибири, все это продается за рубеж, и деньги поступают в федеральный бюджет, в котором потом как-то делятся, что люди, кроме этого, здесь еще что-то выращивают, что-то делают своими руками, в смысле на заводах, как-то продавали за рубеж, покупали пшеницу. Ну, во-первых, при том же Ельцине было другое. Во-вторых, на самом деле эта система появилась не сегодня, а она постепенно уже встречается. В чем система состоит? В том, что есть ресурс, который надо поделить. У кого каких бюрократов возможностей больше аппаратных, те больше себе ресурсов отрывают. Федеральная бюрократия все себе стянула. Теперь у нее такая мечта, чтобы оригинальная бюрократия выполняла все социальные обязательства за те копейки, которые тут остались. А они чтобы ни за что не отвечали сами? Они бы вот, нет, почему? Они готовы отвечать за Сочи, за тестом, за глобальные проекты, а остальное как-то должно там жить. Но чудес-то не бывает. Так как все ободрали и нарастают проблемы, то начинается давление снизу. Вот это вот сейчас напряжение растет. И региональные бюджеты загоняются в дефолт. Нет, а ты помнишь, что Шувалов сказал недавно? Да, ты проскочила как-то так, даже позитивно якобы. Шувал сказал, что сколько можно? Давайте уже дадим настоящие полномочия регионам и муниципалитетам. А то что, они ни за что не отвечают, денег у них нет. Давайте дадим. А я думаю, это чему готовится? Что они дадут им максимальные полномочия и якобы источники зарабатывания денег, те самые налоги, которые вообще не собираются. У нас вот отчитался на этой неделе глава налоговой службы 60% налогов на землю и на имущество собрано. 60%. Ну да, это еще много, а будет меньше. И вот они отдадут эти не собираемые, не администрированные налоги и делайте, что хотите. Так как у нас в бюрократе свои прямые функции управление выполнять не может, она может выполнять только функции монетарного контроля. То есть, грубо говоря, вот территория, ты с нее дай столько денег. И вот у тебя полномочия, ты их исполняй. А при этом они понять не могут, сколько там потрачено эффективно, а сколько украдено. Они такие все время подозревают, что на местах украдено очень много, поэтому постоянно пытаются подкрутить. То есть, типа, давай поменьше, посмотрим, будет. Выживут, нет? Выживут, нет, да. Нет, вот реально, вот именно в этом состоит механизм управления. И, ну, по моим ощущениям, закрутились же настолько, что сейчас будет срыв. Потому что там любой губернатор уже, губернатор, ладно. А вот какие-нибудь мелкие муниципальные там, ну, мэры каких-нибудь там маленьких поселков или городов, у них реально стоит вопрос. Он понимает, что справиться с этим невозможно. То есть, с имеющимися деньгами, имеющиеся полномочия не выполнить. У него вопроса два. Ну, то есть, варианта два. Либо катись все пропадом, и надо украсть все, что еще можно украсть и убежать с этим. Либо там руки на себя наложить, ну, как-то там, пойти застрелиться, ну, в общем, признаться за свою некомпетентность и уйти. То есть, реально сейчас не могут найти желающих быть мэрами в маленьких поселках, деревнях, потому что, ну, как, зачем? Выгоднее каких, а геморрой очевиден. Ясно, что при такой ситуации на эти посты могут, ну, пойдут либо люди, которые не понимают, что они ввязываются, либо откровенные жулики, которые так, так. Вот там еще и осталось.